Как самочувствие ваше? Самочувствие нормальное, хорошее, температуры нет. Лечусь по предписанию врачей. Отлично. Дважды в день управляющая микрорайоном номер 17 Марина Голубева обходит адреса, по которым амбулаторно лечатся больные коронавирусом. Дистанционно по домофону она узнает, соблюдают ли пациенты режим самоизоляции и в чем они нуждаются. На контроле управляющих микрорайонами находятся и контактные лица, которые проживают с заболевшими. Они находятся в группе риска и также должны оставаться на самоизоляции согласно постановлению Роспотребнадзора. Если они проживают со своей семьей, то чтобы тоже семья находилась вместе с ними. Если есть постановление, если есть такой момент, что не контактировать с другими людьми, то, соответственно, это нужно соблюдать и быть дома. К тем, кто не соблюдает самоизоляцию, применяются административные меры. Штраф на нарушителей составляет от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. С начала пандемии в Кировском районе в полицию было направлено 47 материалов. В Кировском стоит отметить, что у нас люди достаточно, скажем так, ответственные в этом плане. И 47 человек, с учетом того количества, которое у нас было, особенно в последнюю волну, это крайне мало. То есть люди соблюдают, люди молодцы. Сегодня в Кировском районе порядка 230 инфицированных, находящихся на амбулаторном лечении. Это в несколько раз меньше, чем месяцем ранее. Однако, по словам властей, ослаблять контроль рано. Продолжение следует...